МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсу и Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Часто в Казани на перекрестке улиц Профсоюзная и Астрономическая случаются ДТП. Девушка за рулем БМВ выехала на красный свет и ожидаемо получила удар вбок. А это уже другое БМВ. Водитель беспрепятственно пролетает на красной скорости автомобиля достигает почти 150 км в час. И все это в городе. Но и этого становится мало. В какой-то момент машина начинает крутиться посреди проезжей части. Или, как говорят, водитель начинает дрифтовать. Музыка Музыка Придется ли этому автомобилю кого-то задавить, прежде чем на него обратят внимание сотрудники ГИБДД? Живем, увидим. Музыка В набережных Челнах снег, сойдя с козырька балкона, разбил лобовое стекло иномарки. Повезло, что упал не на людей. Музыка А в Уфе ребенок своим плачем спас себя и взрослых от огромной льдины, которая упала с крыши. Взрослым пришлось обратить внимание на девочку и остановиться на миг, который и спас их от трагедии. Музыка Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Не только снег с крыш может стать опасностью номер один в наших дворах. Есть еще и водители, которые не соблюдают скоростной режим. В Казани на улице Батыева сбили мальчика, который неудачно выскочил из-за машин. В этот момент там на довольно высокой для двора скорости ехала легковушка. Она утащила ребенка на несколько метров. Мальчик выжил, но попал с травмами в больницу. Многие скажут, что виновата мама ребенка, что не держала его за руку. Но давайте учтем, что дело происходит внутри двора, а не на проезжей части. В интернете горячо обсуждали новость о 92-летнем ветеране из Чистополя, который местные власти отказались делать туалет. Радзиана Рудзинова работала с 13 лет. Большую часть жизни она трудилась на Чистопольском часовом заводе. Сейчас пожилая женщина инвалид первой группы, но дом, в котором она живет, обветшал. Крыша прохудилась, водопровода нет. Туалеты тоже. При этом всем еще и очень холодно. Самое малое, что Рамзия попросила, это сделать туалет. Ей удалось связаться с общественниками, Народным фронтом и даже президентом России. Сверху на место дали наказ решить вопрос. Но время шло, и знаете, что ответили чистопольские бюрократы? Обращение выполнить невозможно. В Челябинской области сотрудник ГИБДД помог хромающей собачке перейти через дорогу. Для этого инспектор остановил дорожное движение. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.